МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Здравствуйте! С вами Ольга Дмитриева. И Наталья Гончарова. Вы смотрите Утро на ОТВ. Встречайте новый день с нами. И сегодня вы увидите, как всегда, много нового и интересного. Выступление губернатора. Какие темы затронул Андрей Воробьев на ежегодном обращении к жителям региона, расскажем в нашем репортаже. Завершающая стадия. Глава округа Андрей Иванов ознакомился с ходом строительства выезда из Новой Трехгорки на северный обход Одинцова и пообщался с местными жителями. Встреча со служебными собаками. В Немчиномском отделе полиции одинцовских школьников познакомили с работой полицейских кинологов и криминалистов. Квиз и мастер-класс в Одинцовской библиотеке для ребят из летнего лагеря провели развлекательные мероприятия, посвященные творчеству Александра Пушкина. И спортивное лето Подмосковья. В Одинцовском округе проведут традиционные турниры и фестивали, а также новые соревнования. 9 июня 1883 года на Красной площади открылся один из самых крупных исторических музеев России. Как известно, там находится знаменитая сокровищница, а также памятники археологии и древней русской живописи. Строительство музея шло около 10 лет под руководством инженера Анатолия Семенова и архитектора Владимира Шервуда. Чем еще запомнился этот день в истории, расскажем в нашей следующей рубрике. 9 июня 1737 года в Москве произошел один из самых сильных пожаров в истории. Примерно в 11 часов вечера пламя охватило центр города и даже Кремль. Пожар начался в доме торговца Милославского из-за непотушенной вовремя свечки. Отсюда и появилось известное выражение «Москва сгорела из-за копеечной свечки». Пожар уничтожил около 2500 дворов и почти полтысячи торговых лавок. Затронуты были церкви и памятник русского искусства «Царь колокол». От него откололся кусок, который весил примерно 11,5 тонн. Общий вес колокола составлял 202 тонны. 88 лет назад в СССР приняли закон о смертной казни за побег за границу. При этом родственников-перебежчиков объявляли преступниками. Крайнюю меру наказания ввели в основном для перестраховки. Власти боялись массовой эмиграции в случае голода в стране. Но в голодные годы люди пытались пробраться не за рубеж, а в большие города и богатые хлебом районы. Большинство населения эти меры никак не затронули. Крестьяне, к примеру, вообще были привязаны к месту, у них не было паспортов, и они не могли свободно передвигаться по стране. 9 июня отмечают один из самых трогательных праздников – Международный день друзей. Он основан именно для того, чтобы каждый человек смог напомнить своим близким друзьям о том, как они важны. Также сегодня отмечают Международный день архивов – такой необычный праздник, как День аккредитаций, а еще День пускания мыльных пузырей. 9 июня родился великий реформатор российского государства Петр I. Именно он прорубил окно в Европу и построил Санкт-Петербург. Также сегодня день рождения русской стенографистки и по совместительству супруги Федора Достоевского Анны Сниткиной и актера и сценариста Джонни Деппа, известного по своей роли Джека Воробья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. В числе приоритетных прозвучали такие темы, как сфера здравоохранения, образование, благоустройство, развитие социальной и транспортной инфраструктуры. А основой для реализации программ становится активный диалог с жителями. На их пожеланиях и замечаниях строится выполнение всех задач, стоящих перед исполнительной властью. Какие еще важные темы затронул Андрей Воробьев в своем обращении, расскажет Екатерина Крамер. Благоустройство, медицина, образование, общественный транспорт, строительство дорог. На ежегодном обращении к жителям региона губернатор Московской области рассказал о проделанной за год работе, а также поставил задачи на будущий период. Особое внимание Андрей Воробьев уделил современным проектам и подходам во всех сферах жизнедеятельности. В своем отчете я бы хотел обратить внимание, какой эффект дают умные технологические решения. Запись в школу, получение лекарств, все то, что, казалось бы, стоит совершенно других денег. Но ценность для человека, удобство, это является очень чувствительным и важным. В Подмосковье продолжают оказывать помощь участникам спецоперации. Жители собирают необходимые вещи, продукты и медикаменты для наших бойцов. Семьям защитников оказывают необходимую поддержку. По инициативе президента страны создан Государственный фонд защитники Отечества, который работает и в регионе. Кроме того, в каждом муниципалитете есть центры поддержки. «Развитое и волонтерское движение». За последние месяцы добровольцы активно помогали в проведении масштабного опроса жителей. Недавно проходил опрос в парках. Волонтеры активно принимали участие. Что касаемо социальной сферы, это важно, нужно. И во время проведения СВО, что люди поддерживают, люди несут помощь. Здравоохранение – еще одна важная тема. С каждым годом жители все больше положительно оценивают качество медицинских услуг. Главной задачей остается поиск врачей и предоставление социальных мер поддержки для медиков. В Московской области поликлиники и стационары переходят на новые стандарты. Таким образом будет реконструирован и хирургический корпус Одинцовской областной больницы. А само медучреждение является одним из важнейших в округе и работает на полную мощность. И, конечно же, губернатор делал на этом акцент. Он отметил и наш район, что он очень успешно развивается. Если вы помните, то по итогам прошлого года первое место район занял в рамках развития области. И отрадно было слушать то, что этот вектор, который взят на развитие здравоохранения, он будет продолжаться. Помощь жителям и достижение результатов по-прежнему остается в приоритете. Портал Добродел, социальные сети, домовые чаты – все это необходимо, чтобы видеть актуальные вопросы от жителей. Перемены, которые произошли в различных сферах, делают жизнь людей более комфортной и безопасной. Десять лет его команда, и мы все вместе стараемся каждый день откликаться на просьбы и наказы наших жителей, наших избирателей. И все это как раз попало в доклад, все развитие нашего региона и те масштабные шаги, которые были сделаны. И обратная связь от жителей была представлена. И самое главное – планы, то, что предстоит нашей области сделать. Московская область занимает второе место в стране по качеству образования. Критерием оценки в первую очередь являются результаты ЕГЭ и ОГЭ. Также губернатор отметил важность строительства новых крупных образовательных объектов. Так, 1 сентября откроется школа на 2200 мест в Гусарской балладе. Каждый год мы строим детские сады, 30 детских садов и 35 школ. Каждый год стараемся их строить больше. Мы ушли в формат и видим эффект, когда школа строится на 2-2,5 тысячи человек и имеется в виду с дошкольным отделением. Успешно продолжается и программа расселения из аварийного жилья. В Одинцовском округе пройдет переселение людей в Больших Веземах, Звенигороде, поселке Усово-Тупик и на других территориях. Успешно реализуются и другие проекты, но самое важное – всегда находиться на связи с жителями. Для нас ежегодное обращение – это конкретный план действий, обязательный к исполнению. Все то, о чем говорил губернатор, мы ставим в основу нашей программы развития. Впереди у нас много работы. Я уверен, что вместе с жителями и при такой активной поддержке губернатор нам удастся достигнуть всех поставленных целей. Екатерина Крамер, телекомпания Одинцова. Реконструкция улицы Чистяково от 19-го километра Можайского шоссе до нового выезда на МКАД вышла на завершающую стадию. В течение июня рабочие нанесут верхний слой асфальтового покрытия, разметку, установят светофоры и шумозащитные экраны. Запуск дороги запланирован на 10 июля. Репортаж Елены Краевой. Строительство выезда из новой трехгорки на северный обход Одинцова находится на завершающем этапе. Глава муниципалитета Андрей Иванов выехал на объект, чтобы проверить стадию готовности и встретиться с местными жителями. Сейчас уже там щебень уложен, также по погоде сейчас укладываем щепо ЦС и перекрываем асфальт. То есть наша задача до конца июня – мы закончим все верхние слои и пустим движение целиком, за исключением одного участка 70 метров, на котором мы еще не уложили дождевую канализацию. Работы близятся к завершению, однако у местных жителей все еще остаются вопросы, связанные с парковкой автомобилей, передвижением грузовых машин по основным дорогам Старой и Новой Трехгорки, а также безопасностью детей в связи с распределением потока машин во внутридомовых проездах. Сейчас вот здесь стоят блоки, и они будут стоять. Соответственно, жители всех северных домов, ну половина, часть поедет на Кутузовскую выехал, а часть поедет вдоль подъезда 78-го года. Все верно, сейчас нам не разъехаться вообще не надо. Здесь там площадка детская, есть прямая дорога, но все проезжают через двор, и бедные эти дети, которыми, ну, они не смогут перейти дорогу. Подрядчик заверяет, ситуация должна измениться с открытием дороги. Между тем, на всех этапах работ самому подрядчику приходилось сталкиваться с проблемой инженерных коммуникаций, неучтенных документаций, прокладки кабелей и водопровода. На сегодняшний день все сложности позади. Дата торжественного открытия дороги назначена на 10 июля. Осталось уложить верхний слой покрытия, нанести разметку, установить знаки, все согласно проекту, установить светофорные объекты, ну и доустанавливать чумозащитные экраны. То есть, ну, соответственно, благоустройство мы уже после этого всего будем доделывать уже в рабочем режиме. Сейчас на объекте задействовано 79 рабочих и 38 единиц техники. Подрядчик уверяет, запуск дороги состоится в установленные сроки. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. К новостям региона. Жители Подмосковья могут получить рецепт на льготные лекарства в электронном виде. Оформит его врач на приеме или в ходе телемедицинской консультации. После оформления пациенту достаточно прийти в аптеку сети Мособлмедсервис и назвать свои данные. Фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер полиса ОМС или СНИЛС. Информация о ранее полученных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг. Ну а с другими новостями региона познакомимся далее в нашей рубрике. Продолжение следует... В регионе более 30 сельхозпроизводителей занимаются выращиванием ягод. Они планируют собрать более 1400 тонн. На прилавках местная клубника появится уже через полторы-две недели. Также в регионе выращивают малину, ежевику и смородину. В подмосковную поликлинику детской травматолого-ортопедической больницы обратился 13-летний подросток с жалобами на боль в колене. Диагностика выявила у него доброкачественную опухоль кости – экзостоз. Это костно-хрящевой опухолевидный нарост. Неприятность патологии состоит в том, что она не беспокоит человека и постепенно вырастает до внушительных размеров. Впоследствии может вызывать не только физический и психологический дискомфорт, но и сильную боль. Пациента прооперировали и уже выписали. В Немчиновском отделе полиции Одинцовских школьников познакомили с работой полицейских кинологов. Сотрудники провели экскурсию для ребят, показали основные навыки служебных собак и отработку необходимых команд. Мероприятие посетила и наша съемочная группа. Друзья, скорее! Можно я первый? Я целый пациент занял очередь. Тренировки служебных собак и особенности кинологической службы. Ребята из Одинцовского центра дополнительного образования посетили Немчиновский отдел полиции и познакомились с работой криминалистов и кинологов. Также им провели экскурсию в музей полиции. Нам выпала удивительная возможность побывать в полицейском участке, познакомиться с профессией полицейской, с профессией кинолог. И я бы сказала, что это для ребят очень важно, потому что это еще и своего рода профориентация. Ежедневно сотрудники полиции вместе со служебными собаками принимают участие в специальных рейдах, спасательных экспедициях и проверках. Но прежде чем поступить на службу, животные проходят тестирование. Обучение начинается социализацией и привыканию к кинологу. Мы это показываем для детей, чтобы они представляли себе, как работает полиция и также мало ли кто-нибудь из детей захочет пойти в полицию. Мы будем только за. В этот день экскурсию посетили 50 учеников четвертых классов. Подобные акции проводят ежегодно во время летних каникул. Кроме того, ребят приглашают на различные производства и предприятия, чтобы на живом примере ознакомиться с профессиями и сделать свой выбор в будущем. Екатерина Крамор, телекомпания «Одинцова». К новостям Москвы. На Чистопрудном бульваре открылась интерактивная выставка «Работа для души», приуроченная ко дню социального работника. Ее организаторами выступили службы занятости Москвы и крупный сервис для поиска работы и сотрудников. Экспозиция рассказывает истории начинающих специалистов, опытных профессионалов, людей с инвалидностью, мам и горожан старшего возраста, которые успешно реализовали себя в карьере. Всего представлены истории 16 людей самых разных профессий, от художника до океанолога. О других событиях в столице узнаем прямо сейчас. В День России парковки на всех улицах столицы станут бесплатными. Накануне праздника оплачивать стоянку автомобиля необходимо будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумами продолжат работать по своим обычным тарифам. В восьми городских парках столицы откроют летние кинотеатры. Проработают они до осени. Гости заведений увидят новинки и классические картины. В репертуар некоторых площадок включили даже немое кино. Такие сеансы будет сопровождать джазовый оркестр. Традиционный праздник выпускников состоится в парке Горького 24 июня. Для виновников торжества подготовлена интересная программа. На территории парка будут работать интерактивные, музыкальные, танцевальные, спортивные и киберспортивные площадки. Во время празднования в парк Горького смогут попасть только выпускники и их сопровождающие. Не переключайтесь, оставайтесь с нами и далее в программе вы увидите. Квиз и мастер-класс в Одинцовской библиотеке для ребят из летнего лагеря провели развлекательные мероприятия, посвященные творчеству Александра Пушкина. Спортивное лето Подмосковья. В Одинцовском округе проведут традиционные турниры и фестивали, а также новые соревнования. Новости Афиша. О мероприятиях округа на предстоящие выходные расскажем в нашей рубрике. В четвертой Одинцовской библиотеке для ребят из летнего лагеря состоялся квиз и мастер-класс, посвященный творчеству Александра Пушкина. Школьники успешно справились со всеми заданиями, ответили на дополнительные вопросы и рассказали о своих любимых сказках русского поэта. Рассказывает Екатерина Крамор. Угадать сказку по ее началу или узнать персонажа по картинке. Каждый год в Одинцовской библиотеке номер 4 проходят библиоканикулы. Учащиеся начальных школ, которые отдыхают в летних лагерях, принимают участие в играх, мастер-классах и квизах. И сегодня наша библиотека подготовила для лагеря такую интересную игру, по пушкинским сказкам, его биографии. Сейчас детки окунутся, вспомнят. Мы даже иногда не столько рассказываем, сколько закрепляем знания, потому что мы надеемся, что школа им тоже дает какие-то знания. Но если они не знают, благодаря нашим мероприятиям, мы что-то рассказываем, и дети больше узнают. Никита уже в четвертый раз приходит в библиотеку, чтобы проверить свои знания сказок Пушкина и принять участие в квизе. Юный любитель русской классики уже давно знаком с творчеством поэта, а благодаря мероприятиям в библиотеке каждый раз узнает новые произведения. Мне очень понравилась сказка. Сказка о царе Салтане и сказка о мертвой царевне и семи богатырях. И сказка о золотой рыбке. Подобные занятия в игровой форме вызывают у ребят интерес к творчеству русских писателей и поэтов. В этот день библиотеку посетили около 25 детей. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. С 1 мая в Подмосковье стартовал спортивный сезон. По инициативе губернатора на протяжении всего лета и до конца сентября регион станет физкультурным центром страны. Для людей всех возрастов запланированы более двух тысяч мероприятий по самым разным видам спорта. В общей сложности они охватят почти 2 миллиона человек. Подробности в сюжете Елена Краевой. 1 мая в Подмосковье стартовал летний спортивный сезон, который продлится до 30 сентября. За этот период в регионе пройдет 435 региональных и 1700 муниципальных мероприятий. Они охватят почти 2 миллиона любителей самых популярных видов спорта. Московская область – регион спортивный. Для нас очень важно, особенно в летние каникулы, уделять внимание тому, что востребовано у детей, подростков и взрослых – спортивным мероприятиям. Мы видим большой интерес к этому. Самым масштабным турниром станет Кубок губернатора Московской области. В программу войдут соревнования по 19 видам спорта. Зрелищные и увлекательные мероприятия пройдут и в подмосковных парках, в том числе и в Одинцовском округе. В топ-5 самых популярных дисциплин вошли футбол, баскетбол, гонки, велоспорт и волейбол. Кстати, командой, на которую возлагают надежды в этом виде спорта, является Заречья Одинцова. Была поставлена задача губернаторам потихоньку, а, возродить, б, чтобы преимущественно в нашем клубе поднимались, стал такой базовым клубом для воспитания молодежи волейболи, для воспитания резерва для национальной команды России. Арбузный кросс, банановый ночной забег, одиран – мероприятия, уже ставшие визитной карточкой Одинцовского округа. В них принимают участие не только местные жители, но и любители бега со всей Москвы и Подмосковья. Также летом в Одинцове пройдет второй шахматный турнир «Кубок Сергея Корякина». А в День физкультурника для всех желающих в парке культуры, спорта и отдыха проведут спортивные мастер-классы. В этом году мы планируем провести фестиваль волейбола. Также у нас мини-турниры по пляжному волейболу, баскетболу, мини-футболу, скандинавской ходьбе и другие спортивные кружки. В округе уделяют особое внимание проведению социально значимых мероприятий. Один из них – традиционный забег «Я бегу, ребенку помогу». Все собранные в рамках акции средства направляются в благотворительные фонды на помощь нуждающимся детям. Особое внимание мы, конечно, уделяем людям с ограниченными возможностями здоровья. Для них тоже готовим очень интересные и активные мероприятия. Никто точно не будет обделен. Для людей с ограниченными возможностями здоровья в Одинцове проходит турнир в честь Виктора Куренцова. Ежегодно в нем принимают участие команды из разных уголков Подмосковья. Анонс предстоящих спортивных событий на территории округа можно найти на официальном сайте администрации или в социальных сетях. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. А теперь к новостям России. Ученые из Поволжского технологического университета изобрели аквариум с рыбками-роботами. В отличие от живых, роборы-рыбы не будут нуждаться в еде и лечении. А аквариум с роботами не придется чистить, менять в нем воду и следить за температурным режимом. О новостях России расскажем далее. Специалисты Ассоциации туроператоров России проанализировали цены на отдых. Для расчета они взяли путевки на 10 дней на двоих в трехзвездочные гостиницы. Самыми дешевыми вариантами оказались Сочи и Анапа. В этих городах можно отдохнуть за 60 тысяч рублей. И чуть дороже, за 68 тысяч, можно отдохнуть в Абхазии в конце июня. В Сочи врачи во время операции у пациентки в животе забыли скальпель. Хирургическое вмешательство женщине назначили из-за обнаруженного рака зимой этого года. Несмотря на четвертую стадию, все прошло хорошо и пациентку через некоторое время выписали. Спустя несколько месяцев женщина прилетела в Екатеринбург и там посетила врача. Ее отправили на рентген. Тогда-то и выяснилось, что она несколько месяцев жила со скальпелем в животе. Врачи из Сочи ошибку признали и извлекли инструмент. Российские ученые разработали проект грибной фермы на Луне. Там можно культивировать вешенки, которые содержат большое количество белка и витамины. Они неприхотливы, а технология выращивания достаточно проста и ее легко осуществить без нарушения санитарно-гигиенических норм. И вновь к новостям нашего округа. Седьмой открытый фестиваль-конкурс казачьей культуры «За веру и Отечество» пройдет в часцах в эту субботу в 12 часов дня. В нашем округе это один из самых популярных фестивалей. Каждый год сюда приезжают топовые творческие коллективы с казачьими песнями и танцами. Наряду со взрослыми выступают и дети. И это лишь одно из ярких событий предстоящих выходных. Подробнее о них расскажет Полина Бахова в нашей рубрике «Новости Афиша». Здравствуйте! Вы смотрите рубрику «Новости Афиша» о самых интересных культурных событиях в округе прямо сейчас. Летние каникулы в самом разгаре. Для детей и взрослых в эти выходные пройдет масса спортивных и культурных праздников. Один из них – открытый турнир по стритболу, посвященный Дню России. Соревнования пройдут в КДЦ Иршовской в 10 часов. Среди разных возрастных групп. В каждой группе определяют призеров, которые получат грамоты и медали. А в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха большой спортивный праздник под названием «С физкультурой мы дружны, нам болезни не нужны» начнется в 12.00. Участников ждут интересные эстафеты и подвижные игры. Любители меткой стрельбы смогут посостязаться в парке Захарова на Поляне Сказок в 17.30. Спортивная дисциплина под названием «Дартс» помогает бороться со стрессом, способствует поддержанию здоровья, тренирует точность, формирует упорство и волю к победе. В 12.00 в Немчиновке состоится ежегодный турнир по шахматам 5+. Так называемые быстрые шахматы для детей посвящены празднованию Дню России и 148-летию со дня основания Немчиновки. Соревнования пройдут в Немчиновском КДЦ. Для творческих личностей художник Ольга Марышева проведет мастер-класс по рисованию натюрморта в разных техниках. Участники изобразят гуашью, простой натюрморт с фруктами и кувшином на белом фоне. Чтобы рисунок получился максимально реалистичным, гости изучат на практике, что такое рефлекс в живописи и рисунке. Желающих приглашают в поселок Горки-2 в Дом молодежи к 12 часам. В воскресный день в 12 часов в поселке Летний отдых на Поляне сказок пройдет увлекательная поисковая игра с творческими заданиями от сказочных персонажей. Всех ждут приятные подарки. Спортивная программа «Вперед, Россия!» подготовлена для жителей и гостей округа в селе Оксинино. В местном Доме культуры все смогут посоревноваться в силе, скорости, ловкости и выносливости. Но главная цель не рекорды, говорят организаторы. Важно получить новые навыки, хорошее настроение и настоящих друзей. Всех ждут к 12 часам. Праздничный концерт ко Дню России состоится в поселке Горки-2 в Доме молодежи. Со сцены прозвучат песни о России, о любви к Родине, патриотизме, в исполнении ансамбля русской песни «Ромашка» и других артистов. Начало в 13.00. Отдыхайте насыщенно, и тогда полученного заряда положительных эмоций хватит на всю неделю. Научный руководитель Гидромедцентра России Роман Вильфанд заявил, что во всем мире май этого года стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений. Уступил он только маю 2016 года на 0,1 градуса по Цельсию. Далее расскажем о том, что еще произошло в мире. ДИКИЙ ГОРНЫЙ КОЗЕЛ Рыбак на реке По в Италии выловил гигантского сома. На рыбалку он отправился на небольшой лодке. Несколько раз забросил удочку в мутную воду, прежде чем ему попалось на крючок что-то крупное. После долгих стараний рыбак увидел улов только через 40 минут. Это был огромный сом длиной 2 метра 85 сантиметров. Мужчина попытался схватить рыбу руками, но она оказалась слишком сильной. Тогда он отбуксировал сомана мелководья, сошел на берег и только тогда сумел вытянуть улов из воды. Длина сомана 4 сантиметра превысила текущий мировой рекорд. Вес остался неизвестен, так как мужчина отпустил его. Популярный блогер из Японии опубликовал на своем канале видео, в котором сварил суп из ядовитых медуз и съел его. Свой поступок мужчина объяснил тем, что ему было интересно узнать, будет ли это вкусно. Когда он попробовал свое творение, рассказал, что блюдо напоминает ему морские гребешки. Позже мужчина сообщил подписчикам, что чувствует себя прекрасно и не ощутил действия побочных эффектов. Несмотря на это, опасность отравления все же существует. Даже во время готовки можно надышаться ядовитыми парами. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем 22-24 градуса тепла, ночью около плюс 14. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале про округ. Ну, с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. А если же вы стали очевидцем происшествий или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. Вы смотрели «Утро на ОТВ». С вами были Ольга Дмитриева и Наталья Гончарова. Всего вам самого доброго, удачного вам последнего на этой неделе рабочего дня и, естественно, отличных выходных и замечательного настроения. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова